24 сентября, Федорин день, назван в честь преподобной матери нашей Феодоры. Она поверила врагу, дьяволу, тайно внушавшему, будто грех, сотворенный в отме, не будет узнан Богом. Но когда она уразумела, что перед Богом ничто не может утаиться, великое покаяние проявила тогда она. Переодевшись в мужское платье и поступив в мужской монастырь, она назвалась Федором, прилежно исполняла различные послушания, достигла большой святости и стала творить удивительные чудеса. В этот день крестьяне отправлялись с поля, чтобы посмотреть, хорошо ли сходят азимы, тем более, что святую Феодору в народе считали покровительницей азимых. В этот день окончательно прощались с летом, наступали по-настоящему холодные дни, начинались затяжные дожди, по утрам были заморски. К этому времени крестьяне старались закончить все работы, убирали последний лук, уносили улей с пчелами на зимовку, собирать дары для священника, который служил в деревне. Помогали матушке, то есть жене священника, прибраться в доме, готовить запасы на зиму. Называли этот обычай осенницы. На стол сегодня подавали блюда из капусты, щи, голубцы, пироги. Мужики варили пиво, выдерживали его в специальных глиняных кувшинах, корчагах. Примет, если сегодня пчелы вновь стали летать, осень будет сухой и продолжительной. На Феодору нельзя начинать никаких дел. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.